Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Доходы бюджета Самары составят 39 миллиардов 135 миллионов рублей. В городской думе подвели итоги работы за прошлый год. Наведут порядок совместными усилиями. Глава Самары Елена Лапушкина провела встречи с руководителями компаний, находящихся на заводском шоссе. Самым перспективным, талантливым и амбициозным педагогам Самары вручили награды. В столице региона подвели итоги конкурса «Лидер образования». В Самаре подвели итоги работы городской думы. В 47-м заседании думы приняла участие глава города Елена Лапушкина. В течение прошлого года удалось увеличить планируемые доходы и расходы бюджета Самары практически в три раза. Почти 60% расходов были запланированы с учетом привлеченных средств из вышестоящих бюджетов. Обсудили на заседании внесенные изменения в бюджеты на этот год. Учитывая безвозмездное поступление средств вышестоящих бюджетов, основная сумма увеличилась на 19 млрд 319 млн рублей. А в этом году увеличился и план по собственным налоговым и неналоговым доходам на 1 млрд 391 млн рублей. В итоге доходы бюджета в этом году составят 39 млрд 135 млн рублей. Навести порядок совместными усилиями глава Самары Елена Лапушкина провела совещание с руководителями предприятий и организаций, расположенных на заводском шоссе. Там же присутствовали как представители крупнейших компаний, так и индивидуальные предприниматели. Темой обсуждения стало санитарное содержание улицы. Какой план работ наметили, расскажем в сюжете. Заводское шоссе – одна из крупнейших улиц Самары, которая связывает между собой сразу несколько районов города. Название магистраль получила из-за большого количества предприятий, ведущих здесь свою деятельность. Сейчас в промышленной зоне работают около 30 крупных организаций и более 50 компаний малого и среднего бизнеса. Санитарное состояние улицы стало главной темой совещания главы Самары Елены Лапушкиной с руководителями предприятий. У нас заводское шоссе, дорожное полотно отремонтировано, построены новые тротуары. И вот собрались сегодня с руководителями тех предприятий, которые находятся на территории заводского шоссе, проговорили по тем замечаниям, которые выявлены, и, конечно, договорились о совместной работе на этой территории. Потому что только действительно совместно мы можем сделать так, чтобы заводское шоссе радовало не только работников предприятий заводского шоссе, но и тех людей, которые мимо проезжают. Очень надеюсь, что наша договоренность сохранится не на этот период времени, не на эту весну, а на долгое время. В ходе совещания участники обсудили уборку улицы и наметили план работ. Очистить от граффити и объявлений здания и заборы, ликвидировать парковку на газонах, собрать и вывести накопившийся мусор, выполнить ремонт бетонных ограждений. Инициатором встречи стали руководители тех предприятий, которые сами регулярно ведут уборку своих территорий и призывают остальных не отставать. Они убеждены, чем больше предприятий займутся уборкой, тем меньше соседям захочется мусорить возле себя. У нас в субботу, в пятницу начался, в субботу прошел масштабный такой субботник. И вот мы, честно говоря, не дожидаясь, соответственно, и не ссылаясь там, что кому принадлежит, проявили инициативу, встретились с руководством ГСК, сели, собственно, с ними поговорили, и они тоже также приняли участие. Глава города призвала представителей предприятий привести в надлежащее санитарное состояние территории, прилегающей к предприятиям, и пригласила руководителей организовать свои коллективы для участия в весенней уборке города в рамках месячника по благоустройству. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В Самаре завершился ремонт на четырех дорогах местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на улице Береговой, театральном проезде, а также на мосту Южный и путепроводе «Аврора». В эту среду эксперты оценили состояние дорожного полотна и особое внимание уделили деформационным швам. Подробности в сюжете. В Самаре обновили дорожное полотно Южного моста, путепровода «Аврора» и перемычки между ними. По поручению главы города Елены Лапушкиной, работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» начали на этих участках раньше запланированного срока, в самом начале дорожно-строительного сезона и завершили до старта дачных перевозок. Состояние полотна после ремонта проверили сотрудники МБУ «Дорожное хозяйство» и член общественной палаты России Павел Покровский. Особое внимание уделили деформационным швам. Мы четко понимали, насколько Южные ворота города Самары важны для наших дачников. И поэтому данный объект был взят в работу в числе первых. Мы в крайне сжатые сроки и на очень высоком уровне сделали вот этот ремонт. На мой взгляд, конечно, вот эти деформационные швы, они, конечно, заметны. Я четко понимаю после разговора с инженерами-дорожниками, что это необходимо, потому что это связано с тем, что все-таки мост является живым существом. И, в принципе, по сравнению с тем, что было, это, конечно, земля и небо. Совокупная площадь ремонта составила около 16 тысяч квадратных метров. На объектах уложена высокопрочная асфальтобетонная смесь ШИМА-16 на полимерном битумном вяжущем. Была поставлена задача вывести верхний уровень асфальтобетонного покрытия в одну отметку со существующими деформационными швами, дабы избежать резких перепадов между деформационным швом и новым асфальтобетонным покрытием. Между металлическими пластинами швов оставили литой асфальт, чтобы компенсировать подвижность моста и путепровода. Литая асфальтобетонная смесь может принимать те формы, которые принимает деформационный шов. То есть, если он расширяется, соответственно, асфальтобетонная смесь летая сужается. В этот момент в случае, когда шов наоборот сужается, асфальтобетонная смесь расширяется, что создает эффект неразрушающего покрытия. Новое дорожное полотно оценили самарские водители. Хорошая дорога стала. Раньше прыгали на этих стыках, постоянно приходилось сбрасывать скорость. А сейчас вот все нормально. Заделали все, всякие вот эти вот ребрышки, железочки, асфальтском немножко так приделали. Хорошо стало. Тем временем подрядчики направили образцы дорожного покрытия на лабораторное испытание. Если подтвердится, что работа выполнена согласно ГОСТу и условиям муниципального контракта, они будут в дальнейшем приняты. В любом случае, на всех участках ремонта подрядчики должны обеспечить нужные показатели, соплюсти качество и сроки, отведенные для производства работ. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. На этой неделе в историческом центре Самары произошел крупный пожар. Разгорели два деревянных дома. Сначала огонь вспыхнул в доме 241 по улице Галактионовской. В двухэтажном строении никто не жил. Владельцы переехали в другое жилье, закрыв свои квартиры. Спустя некоторое время огонь перекинулся на 243-й дом. Медицинская помощь никому из жителей не понадобилась. На место происшествия выезжала и глава Ленинского района Елена Бондаренко. Сейчас мы работаем вместе с владельцами помещения в этом доме для того, чтобы оказать меры поддержки и решить все возникающие вопросы, связанные с утратой имущества. Причину возгорания установят службы дознания. Власти оценят размер ущерба. От пункта временного размещения жители отказались. Городские районные власти окажут погорельцам всю необходимую поддержку. Командно-штабная тренировка на случай паводка прошла в Куйбышевском районе Самары. Замглавы города проверил один из пунктов временного размещения жителей и готовность спасательных служб. Подробности у нашего корреспондента. 57-я школа в поселке Волгарь на время возможного паводкового подтопления некоторых территорий Куйбышевского района станет пунктом временного размещения пострадавших жителей. Здесь получат убежище больше сотни человек. При необходимости их ждет здесь не только ночлег. Они смогут питаться в школьной столовой и получать медицинскую помощь. Проверка прошла в рамках командно-штабной тренировки. Первый замглавы Самары Владимир Василенко дал свою оценку ситуации. Не только по этому пункту, но и в целом по городу. Когда мы начинаем разбираться, сколько у нас, будем говорить, пожилых, сколько у нас с детьми, сколько у нас инвалидов, колясочников, лежачих, тогда вот подойти к этой ситуации нестандартно. Кого в первую очередь тогда в санаторий, профилакторий именно вести детей? Вторая тема – это инвалиды, и третья – это пожилые люди. В Куйбышевском районе при неблагоприятных условиях во время паводка для потенциальных пострадавших будет работать 14 пунктов временного размещения в школах. В Кировском и Красноглинском районах людей готовы размещать в санаториях на 5-й, 9-й просеках и на металлурге. Всего в Самаре в зону подтопления может попасть порядка 400 частных домов с подворьями. Это около полутора тысяч человек. Все это отработано, где эти площадки сбора населения, куда везти, соответственно, это все знают. Эвакуировать людей во временное жилье будут на муниципальных автобусах, а перевозить из затопленных домов на большую землю на лодках и катерах городской спасательной службы. Вот это все находится в готовности. Ну, соответственно, тут у нас средства, ну, как, круги, жилеты спасательные, носилки, на всякий случай, если что-то произойдет, если приходят сообщения, в основном мы реагируем на какую-то, ну, чрезвычайную ситуацию. То есть в случае чего, если что, человеку стало плохо, и его надо перевезти. Или мало мобильного человека и так далее. Вот звонят в отряд, и мы осуществляем либо большегрузные машины с высоким подлог клиентом, там, вот, либо лодкой. Пока уровень воды в водоемах в норме. До критической отметки еще далеко. Волноваться нет причин. Однако при ином развитии ситуации все службы и организации города готовы прийти на помощь самарцам. Если говорить о готовности, то можно ставить твердую удовлетворительную оценку о готовности проведения противопаводских мероприятий на случай, будем говорить, резкого подъема воды. Во время командно-штабной тренировки в 57-й школе первый замглавы Самары Владимир Василенко провел заседание двух комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, а также противопаводковую. Смотр спасательной техники и средств. Развертывание мобильного пункта управления во время чрезвычайных ситуаций прошли на базе МЧС в Куйбышевском районе. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. С наступлением теплой погоды жители Самары стали чаще бывать на свежем воздухе. Больше проводят времени в городских парках и скверах. Но именно там вместе с природой просыпаются вредоносные клещи и мигрируют грызуны. Ввиду раннего потепления и начала активности переносчиков инфекций, сроки проведения сезонных работ, направленных на предотвращение распространения заболеваний, передающихся клещами, а также мышевидными грызунами, в этом году скорректированы. О том, как профильные службы организовали работы, расскажет Александра Гусева. Сегодня от клещей обрабатывали скверы Мичурина. Неотложные меры предусмотрены для всех общественных пространств, скверов, парков, набережных, а также крупных транспортных развязок и разделительных лозонов. Из-за раннего потепления эта работа в Самаре началась раньше обычного. Жители такому повороту событий рады и полностью поддерживают усилия городских властей. То, что обрабатывать нужно обязательно, конечно, потому что здесь гуляют постоянно с детьми. Здесь два садика рядом обязательно надо. Да и просто пожилые гуляют здесь, спортсмены бегают. Обработка всегда проходит в несколько этапов. Эти работы стали составляющей планы городского месячника по благоустройству. Сначала территория очищается от прошлогодней листвы, мусора и сезонных накоплений. Это нужно не только для того, чтобы навести чистоту и придать участку ухоженный вид, но и чтобы избавиться от той среды, которая была благоприятна для зимовки клещей и укрытия мышей. После уборки специалисты организуют мониторинг. В ходе обследования определяют, есть ли врезители на конкретной территории. В рамках месячника по благоустройству сквер Мичурина уже привели в порядок. Сегодня дезинсекторы приступили к обработке территории. Подрядчик, с которым департаментом городского хозяйства и экологии заключен муниципальный контракт, имеет опыт проведения таких работ не только в Самаре, но и в других регионах страны. Все используемые препараты сертифицированы. Средства, которые предназначаются для уничтожения клещей и всех вредных членистоногих, средства контактного действия. То есть при контакте, ну, к примеру, будем обрабатывать, на вас попадет препарат, тогда может быть вредным. Если соблюдать правила, средства не будут представлять особой опасности для людей и животных. На время работы территорию, которая подлежит обработке, огораживают сигнальной лентой, размещают предупреждающие объявления. Посещать места, где проводились такие работы, рекомендуется только спустя три часа. К сегодняшнему дню обработка также состоялась на вертолетной площадке, в сквере по улице Сергея Лозо, в скверах у площади имени Куйбышева, в сквере Высоцкого и на других общественных территориях. В ближайшие дни подрядная организация планирует охватить работами транспортной развязки в Кировском и промышленном районах. Параллельно на общественных территориях проводят обработку от грызунов. Для них раскладывают приманки, специальные гранулы, брикеты, зерно. Общая площадь обработки от мышевидных грызунов практически 300 гектаров. В настоящее время уже полностью обработаны все городские парки и набережная, и порядка 60% городских скверов. Работы по аккорицидной обработке на территории парков и набережной будут начаты с 24 апреля и будут завершены где-то до конца апреля. И работы по аккорицидной обработке скверов также уже ведутся. Обработано почти 37% скверов. Площадь территорий, на которых согласно муниципальному контракту ликвидируют клещей, составляет 215 гектаров. А в конце мая-начале июня начнется обработка комаров. Профилактические меры предпринимаются, чтобы предотвратить распространение заболеваний, которые разносят клещи и грызуны, малярию, энцефалит и геморрагическую лихорадку. Александра Гусьева, Николай Епифанов, События. В Самарском районе в честь Дня местного самоуправления наградили граждан с активной жизненной позицией. Горожане получили благодарственные письма и грамоты. О неравнодушных людях – репортаж съемочной группы событий. Наиля Боброва почти всю жизнь ездила с супругом по военным гарнизонам. Женщина никогда не отказывалась от общественных нагрузок. На предложение стать старшей по дому откликнулась охотно. В своей работе видит главную цель – чтобы дом был образцовым и аккуратным. За это ее наградили благодарственным письмом главы Самарского района. Вот как-то проблем нет, потому что у нас уже сформировался костяк. У нас уже есть жители, которые буквально стоит позвонить. Мы сегодня выходим, поливаем, сажаем, убираемся или что-то еще делаем, кого-то поздравляем. И все вот так, в общем-то, нормально все происходит. Порядка 40 жителей Самарского района получили награды в честь Дня местного самоуправления. Это медики, представители общественных организаций, депутаты, сотрудники администрации, музыканты, старшие по домам. Те, кто в своей работе проявляет активную гражданскую позицию. Это люди, которые активно принимали участие в благоустройстве района, которые поднимали острые вопросы по ЖКХ и мы совместно их решали. Конечно же, сейчас стало популярной темой и очень нужной темой – это тема специальной военной операции. Будем поздравлять волонтеров, чествовать их за их нелегкий такой атомный труд, за то, что они шьют вещи для бойцов и раненых, которые находятся в госпиталях. Администрация района тесно сотрудничает с Самарским духовым оркестром. Артисты тоже получили благодарственные письма. У нас есть много совместных проектов. Это и концертные программы в школах Самарского района, и патриотические программы, которые мы проводим для жителей района. И, в общем-то, уже такое сотрудничество у нас сложилось, что мы стали такими друзьями друг с другом и всегда поддерживаем друг друга на различных мероприятиях, помогаем друг другу. После церемонии награждения артисты преподнесли гостям музыкальный подарок. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События. Дачникам разъяснили, какие штрафы их поджидают на майских праздниках. С марта в России действуют новые пожарные нормы. Они должны облегчить дачникам жизнь. Теперь шашлыки можно жарить в пяти метрах от любых строений и сооружений, колодцев, заборов и так далее. К примеру, костры можно разводить на расстоянии 7 метров от здания и в 50 метрах от хвойных деревьев. Однако дачникам надо знать, что, хотя введены послабления, штрафы не только не отменились, но и стали жестче. Теперь физических лиц смогут наказывать штрафом в 20 тысяч рублей. Раньше он составлял 4 тысячи. Также в СНТ запретили мыть и ремонтировать машины. За это грозит штраф до 20 тысяч рублей. Самарский музей-галерея «Заварка», расположенный в доме купца Маштакова, присоединился к празднованию Международного дня памятников и исторических мест. В эти дни на его площадке проходят экскурсии и лекции об истории деревянных резных наличников. Проект реализуется при поддержке администрации областного центра. На одной из лекций побывала Светлана Тимофеева. Людмила Могилевич почти ежедневно ходит на работу пешком от улицы Владимирской до Хлебной площади. Рассказывает, любуется деревянными домами Самары. Любит разглядывать резные наличники. Я с таким удовольствием рассматриваю вот эти старые дома, наличники. Какая у них красота. Понятно, сейчас состояние, конечно, не очень. А те дома, где наличники как-то выделяются, где за ними ухаживают, это вообще бесподобно. Людмила не могла отказать себе в удовольствие послушать лекцию создателя виртуального музея резных наличников Ивана Хафизова. Писатель и фотограф рассказал гостям галереи «Заварка» об истории наличников. В прошлых веках они служили защитой от сквозняков. Затем, с появлением монтажной пены, стали изящным украшением деревянных домов. Оказывается, по наличникам можно определить, в каком городе вы находитесь. Наличники Самары более длинные. У них есть на выступающая вперед верхняя часть. В Саратове такого нет. Плюс саратовские наличники гораздо более яркие. Там их красят несколько цветов. В Самаре здесь все гораздо более спокойно. Я бы сказал, что самарские наличники такие нерешимые строгости. Серия экскурсий и лекций об истории наличников в галерее «Заварка» приурочена ко Дню Всемирного Наследия. Он был установлен в 1983 году Ассамблеей Международного Совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданной при ЮНЕСКО. Его цель – привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. К нему относятся и деревянные дома с резными наличниками. Мы живем в городе, в котором очень много деревянных домов. И все, что касается среды нашего обитания, на мой взгляд, должно быть людям интересно. Потому что каждый день, неважно, живем ли мы в деревянном доме, старый ли этот дом или новый, по работе ли мы выходим или идем гулять на набережную, мы встречаем деревянные дома с оригинальной резьбой. Программа праздничных мероприятий в галерее «Заварка» продлится до 23 апреля. Выставку «Самарские наличники» и «Мастер-классы» могут посетить как взрослые, так и дети. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События. Высшее образование в России разделят на три ступени – базовое, специализированное и аспирантуру. Об этом заявили в Миноборнауке. Базовое или основное будет рассчитано на срок от 4 до 6 лет и будет соответствовать бакалавриату или специалитету. Специализированное, которое нужно будет получать после базового, займет 1-2 года. Речь о магистратуре, ординатуре и ассистентуре стажировки. Аспирантуру выделят в отдельный уровень образования, нацеленный на подготовку научных кадров. Поступить в аспирантуру смогут граждане, получившие базовое высшее образование со сроком обучения не менее 5 лет или прошедший второй, специализированный уровень. Самым перспективным, талантливым и амбициозным педагогам Самары вручили награды. В столице региона подвели итоги конкурса «Лидер образования-2023». В церемонии награждения, которая прошла на сцене 68-й Самарской школы, приняли участие глава города Елена Лапушкина, депутаты городской думы, сотрудники департамента образования, руководители учебных заведений. В этом году конкурс прошел по нескольким номинациям. И, конечно же, самым главным его событием стало объявление имени учителя года. Кто боролся за это высокое звание и победил, узнала Ольга Павлова. Более 60 учителей самарских школ, 20 из которых прошли отбор и стали участниками окружного конкурса «Учитель года-2023». Шестерка финалистов достойно представила Самару на уровне региона. Конверт с именем победителя вручает главе города Елене Лапушкиной. Зал в ожидании. Итак, Учителем года, победителем окружного конкурса профессионального мастерства становится... Становится Учитель физики гимназии номер 3 Файрушин Рафаэль Идрисович. Рафаэль Файрушин является двукратным обладателем звания Учитель года городского округа Самара. Прежнюю награду он получил в 2020 году. За время работы Учитель физики зарекомендовал себя как талантливый и ответственный педагог. Его отличительные качества, по словам коллег, методическая грамотность, вдумчивость, творческий подход к обучению и воспитанию школьников, заинтересованность в результате и качестве своего труда. Для меня особенно волнительно стоять на этой сцене в такой знаменательный год. Год педагога и наставника. И пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить тех людей, которые поддерживали меня не только во время конкурса, но и на протяжении всего моего педагогического пути. В номинации «Воспитатель года» победила воспитатель детского сада номер 358 Нина Беляева. Педагог работает в группе для детей с речевыми нарушениями. А в номинации «Педагог дополнительного образования года» награду отдали Елене Савенковой, педагогу дополнительного образования Центра детского творчества «Металлург». Со сцены 68-й Самарской школы победителей поздравила глава города Елена Лапушкина. Уже неоднократно сказано, насколько сейчас серьезна роль педагога, насколько сейчас серьезна роль учитель и наставника. И именно поэтому президентом России Владимир Владимирович Путином 2023 год объявлен годом педагога и наставника. И именно поэтому Дмитрий Игоревич Азаров, наш губернатор, уделяет такое пристальное внимание в сфере образования. Я искренне убеждена, что все наши участники конкурсов, все наши лауреаты, конечно, победители, именно те педагоги, именно те воспитатели, именно те учителя, о которых их ученики и воспитанники будут вспоминать всю свою жизнь с теплотой и благодарностью. В текущем учебном году в Самаре состоялось 23 конкурса профессионального мастерства для различных категорий педагогических работников. Число конкурсов увеличилось. Они модернизировались и позволяют участникам побеждать на областном и федеральном уровнях. В этом году заявки на участие подали более 600 человек. Это на 21% больше, чем в прошлом. Эта цифра удивляет. Она, пожалуй, самая большая за последние годы. И каждый руководитель, и сегодня мы пригласили руководителей, каждый руководитель понимает, что участие в конкурсе – это лучшее повышение своего педагогического мастерства. Номинантов многочисленных конкурсов наградили благодарственными письмами от главы города. Стоит отметить, что в этом учебном году педагоги Самары приняли участие в конкурсах профессионального мастерства на всероссийском уровне. Звание абсолютного победителя получила Оксана Штирбу – педагог дополнительного образования Центра «Радуга». И пока самым перспективным, амбициозным и талантливым педагогам вручали награды, в фойе школы под звуки классической музыки можно было окунуться в прошлое, освоить технику письма пером и даже примерить настоящий пионерский галстук, вспоминая уже свои самые счастливые школьные годы. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы, всего вам самого доброго! Редактор субтитров А.Семкин